Так, всем привет! Сегодня у нас неожиданный эфир, я даже не знаю, сохранили вы или нет, но на всякий случай всех приветствую, потому что я еду в дороге, я знаю, что это одна из любимых серий эфиров, когда я еду в дороге и непринужденно общаюсь с вами, отвечая на ваши вопросы, поскольку я сейчас не мега активна в сторизах, вообще нигде не мега активна, кроме как в своих группах, чатах, в рерайтере жизни, в марафоне тела, Вот, поэтому если у вас есть желание пообщаться, поболтать, я с удовольствием это сделаю, вот, поскольку сейчас нахожусь в стадии обучения, в стадии перезагрузок, в стадии наполнения, и вот как раз когда находишься во всех этих состояниях, меньше выходишь во все вот эти вот эфиры, меньше выходишь в общество, как-то наполняешься, потому что, как говорится, не только то, что у нас в животе, то у нас и на бедрах, да, и на талии, Я про журок, вот, но и, собственно, то, что у нас то, чем мы питаемся, то, чем мы наполняем свое сознание, свой разум, в общем-то, то мы можем и выдавать, поскольку выдавать все время хочется что-то новенькое, интересненькое, поэтому я решила, ну, не то, чтобы решила уйти в молчание, но просто время свое сейчас инвестируем в другое, И поскольку я сейчас еду, уже понимаю, что не в состоянии слушать аудиокниги, аудиоматериал, уже хочется поговорить, я решила, почему бы и да, может, сейчас доеду еще ради туннель, поэтому, если у вас есть какие-то интересные вопросы, хочется на какие-то темы поболтать, давайте с вами это сделаем. Не, 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 боже, какие звуки, знаете, некоторые люди издают такие звуки на дороге, что меня начинает дергать. Осень ворвалась в город, да, если вы вдруг этого не заметили, я заметила, заметила, что стало больше хотеться спать, вот, по крайней мере по утрам, но учитывая то, что амбиции и желаний много, сегодня слушала классную аудиокнигу, вообще аудиокниги очень хорошая штука, вообще хорошо их читать, но я сегодня не могла читать, поэтому слушала. Я вообще понимаю, что, конечно, крайне важно всегда иметь для своего мозга пищу классную, знаете, как в холодильнике, если лежит правильная еда, ты будешь ее есть, то же самое и для вашего разума, если не лежит правильная еда, если мы не подготавливаем пищу для своего мозга, то мы начинаем питаться социальной едой, которая нас повсюду окружает, да, вот эти вот истории про прививки, вакцинации, про кто где умер, кто что съел, кто о чем говорит, и, в общем, все это не прикольно. Так, вижу вопрос, как правильно ставить цели, чтобы не слиться. Вам правда интересны эти вопросы? Вот, вы знаете, мне кажется, что вопрос не в том, как правильно ставить цели, вопрос в том, вообще, хотите ли вы ее достичь или нет, вот верите ли вы в то, что вы способны достичь цели. Все начинается вообще в контексте того, что верю ли я в себя, в то, что я готов это сделать, потому что большинство людей все время хотят, чтобы с ними что-то сделали, 97% населения Земли ждут, что с ними что-то сделают. Сделайте что-то со мной сами. И только очень небольшой процент людей, вот я так оцениваю процента 3, но не больше 5, которые готовы что-то делать. И вот когда мы ищем, как правильно поставить цель, там, что написать, что сказать, на самом деле все начинается с вашей веры в себя. Верю ли я в то, что я способен этого достичь? Это первое. Второе. Классические схемы. Цель должна быть конкретная, да, то есть не мир во всем мире, я хочу, чтобы у всех людей все было хорошо, я хочу быть красивым. А цель должна быть конкретная, то есть если я хочу быть красивым, то что конкретно я подразумеваю под красотой, что конкретно у меня должно измениться. Если я хочу заработать, то сколько и на чем, с помощью чего я хочу это заработать. Если я хочу что-то купить, машину, квартиру, то какую машину я хочу и так далее. То есть цель должна быть конкретной, и цель должна быть измеримая. У цели должен быть какой-то дедлайн. Я должна понимать, за сколько времени я хочу достичь определенной цели, сколько времени мне на это необходимо. И дальше большая цель разбивается на составляющие. Если я хочу похудеть на 10 кг за 3 месяца, значит каждый месяц я худею на 3 кг, а каждую неделю я худею условно на 700 г. И таким образом мы для нашего мозга создаем достаточно подробную карту того, каким образом этого можно достичь. Потому что когда мы ставим цель большую, наш мозг не в состоянии это проглотить. Это как когда мы смотрим на большой торт и говорим, я хочу его съесть. Но если мы этот торт делим с вами на кусочки, разделяем его на неделю, и знаем, что нам каждый день нужно съесть на завтрак такой кусочек, на обед такой кусочек, и на ужин, в этом случае торт очень даже пассивно нам съестит. Ну, в некоторых случаях его можно съесть за день. Но это такой банальный пример. Поэтому с целью все точно так же. Но вопрос в том, будете ли вы выполнять эту цель, готовы ли вы что-то каждый день делать для своей цели. А готовы или не готовы проверяются очень просто. Если вы заняты, забыли, такое бывает, забыл, я просто забыл. Вот, очень занят, у меня были другие, более важные дела, я очень сильно хотела, но у меня были другие, более важные дела. В этом случае это говорит о том, что у вас нет веры и нет желания. Если вы сами в себя не верите, то никто не поможет. Вот, такой краткий экскурс. Так, я сейчас буду снимать, друзья, телефон. Вы говорили, что думали, что родились не в той семье, для чего мы рождаемся именно в той или иной семье. Ну, вы знаете, мы можем только размышлять на эту тему, да, то есть, как бы, у нас нету с вами данных вот таких вот объективных, но субъективно могу сказать вам следующее. То есть, исходя из того, что все-таки рождается душа, которая, да, приходит в некое тело, я считаю, что, ну, душа имеет некий кармический опыт. Ну, я уже говорила о том, что если мы в жизни кого-то убили, изнасиловали там, сделали что-то плохое, то и потом там, не знаю, покончили жизнь самоубийством или в нас выстрелили, да, когда мы там перестреливали в колледж, ну, сейчас, как бы, очень распространенная штука, наивно полагать, что в следующей жизни я рожусь в образе опять вот этого чудесного ребенка, и меня будут любить, и мне все простят. Ну, то есть, понятное дело, что какой-то кармический опыт у нас есть, наша душа его имеет. И я думаю, что наша душа приходит, я не знаю, она сама приходит или ее отправляют в определенную семью для того, чтобы этот опыт иметь возможность, ну, не знаю, как, искупить, переделать, не знаю, что с этим сделать, да, не могу, как бы, утверждать, но однозначно мы должны отработочку пройти, да, то есть, 100% отработочку у нас происходит. Вот, и естественно, что мы отправляемся в ту семью, где опыт будет для нас наилучшим, да, а говорить о том, что повезло ли нам попали в богатую или в бедную семью, да, там, тут тоже огромные вопросы, потому что мы очень часто видим, что попадая в богатую семью, душа имеет гораздо больше испытаний и деньгами, и всеми возможностями, и нежеланием самостоятельно развиваться, такое тоже очень часто бывает, поэтому тут все очень субъективно, вот, и я говорила о том, что я попала не в ту семью, потому что я была очень деятельная, и я не понимала, например, почему моя мама, да, вот она такая более жертвенная, ну, на самом-то деле, это была ее жизненная позиция, и дальше, в принципе, я себя очень много раз видела жертвой, я вот недавно обнаружила, что я была очень конкретной жертвой. И жертва – это не только, вот, как мы привыкли видеть, знаете, человека, который ноет вечно. Очень часто в каких-то своих личных делах и вопросах у нас и живет конкретная жертва, но по виду вы никогда, например, не скажете, что я жертва. Мало того, даже мой агрессор, да, человек, мой абьюзер думал, что он жертва, да, то есть вот такие вот штуки бывают, и когда уже психологически глубоко ныряешь, то, оказывается, можешь достать очень много интересных штук. Поэтому в жизни так все очень интересненько. Так, Оля, как вы относитесь к идее призвать себя в армию, то есть полное служение одной цели, теория Гандапаса? Ага, я уже думала, буквально в смысле призвать себя в армию. Я не изучала теорию Гандапаса, но где-то что-то такое я у него, по-моему, когда-то где-то слышала. Но вообще я за то, чтобы, я не знаю, мы сейчас будем говорить об одном и том же, но я вообще за то, чтобы развиваться в одном деле. Вот мне это ближе. То есть когда я полностью, ну, как бы полностью, безусловно, у меня есть жизнь, личная жизнь, я есть женщина, я есть мама, да, там, я есть я, и я есть как творец жизни в контексте того, что я отдаю миру. И мне гораздо более симпатичны люди сейчас, которые отдаются одному направлению, раскрываются в нем, развивают его, нежели которые имеют 25 направлений бизнеса. То есть, например, есть люди, которые по природе инвесторы, это люди, которые умеют находить какие-то крутые проекты, инвестировать в эти проекты, развивать их, но они непосредственно в этих проектах не являются, да, там, их зачинщиками, и без них эти проекты прекрасно работают. То есть это люди, которые находят талантливых людей, это, по сути, тоже их одно действие ключевое. А вот те, которые имеют и мастерскую, и котиков продают, и там ремонты делают, я не очень в эту тему верю, потому что я иду всегда в развитие, да, развитие это про деньги, про реализацию, я иду с темы удовольствия и таланта, да, то есть в чем я талантлива, что мне нравится делать, развиваться в этом. Я не ищу никогда тему, типа, будут там деньги или не будут. То есть я изначально ищу, где мне хорошо, во что я верю, где мне нравится, чем я готова заниматься без денег, а потом еще там деньги. Вот. У меня такая, например, история. И я за то, чтобы, да, отдаться одному, я вообще в этом плане такой приверженец, верный человек, я люблю точно знать, что вот это мое, и все, и окапываться. У меня был опыт разностороннего бизнеса, я в этом очень сильно терялась и плохо себя чувствовала, и понимала, что, по сути, все равно любила-то я кого-то одного, да, в своем бизнесе ребенка, а остальные, например, там жалко было бросить. Ну вот, из этой серии. Так, сейчас я остановлюсь, но считаю вопрос, и мы пойдем с вами дальше, тоже интересно. Так, Ольга. Как встряхнуть себя? Нахожусь в процессе развода с мужем в Европе. Скоро предстоит переезд обратно в Москву. Шесть лет не работала, с чего начать? Восстановиться психологически сначала. Да, однозначно восстановиться психологически сначала и найти свою личную силу. Я бы вам тут рекомендовала две штуки. Первое, я бы вам рекомендовала прийти в рерайтер, потому что в рерайтере вы осознаете, во-первых, каким образом, вообще, почему это все с нами произошло. Вы это поймете. А это очень важно осознать, для того, чтобы этого с вами больше не происходило. Во-вторых, вы осознаете, какое колоссальное количество возможностей у вас есть, и каким образом, и какую жизнь вы хотите создавать. Это очень важно, потому что если у нас нет плана создания новой жизни, мы типа говорим, ну что-то будет, посмотрю, поживем, увидим. Как правило, это такое время, которое мы тратим никуда. И это вам очень сильно поможет. Это я вам точно говорю. В-третьих, вы найдете себе классную компанию, это тоже хорошо. И в-четвертых, я бы вам рекомендовала индивидуально проработать эту тему для самой себя, чтобы решить свои личные интимные вопросы. Ну, интимные, я имею в виду, которые у вас там есть, потому что эта ситуация у вас однозначно будет сейчас болью, страхом, обидой, множеством различных чувств. Это очень серьезный стресс и для женщин, и для мужчин, в принципе. И это надо проработать. У меня, я всех отправляю сейчас к своему коучу Наташи Федак. Вот, мы с ней вели эфиры. Если вы не знаете Наташу, я ее отмечала, вы можете рассказать мне в директ, я вам дам ее контакт. Вот, очень круто, несколько сессий, и вы очень сильно протрезвеете и избавитесь от вот этих болезненных ощущений. Это я вам говорю, как бы на собственном опыте проверено, да, по работе. Поэтому вот это мои как бы рекомендации однозначные. В рерайтер я рекомендую идти особенно тогда, когда начинается или должен начаться новый виток жизни. Вот тут вы понимаете, что вы больше не в силах, или вы понимаете, что он начинается. Вы просто поверьте, что за месяц вы пройдете, там, не знаю, полгода того, чтобы вы самостоятельно проходили внутри. А то, какие вы инструменты получите, и то, как вы посмотрите на жизнь, это будет совершенно другая реальность. Поэтому это действительно очень-очень-очень классный инструмент для изменений. Так, как работать в том, что тебе нравится, если сразу нет заработка, потому что только начинаю? Ну, вы должны понимать, что бизнес-составляющая никто не отменял. И в бизнесе нужно прокачиваться. То есть круто, когда вы находите то, что вам нравится, но важно найти также, где там деньги, да, понимать это, где там деньги. Мы в ноябре планируем запустить тренинг, который называется «Бизнес мышление». Вот, потому что, понимаете, в бизнесе есть два момента ключевых. Наверное, как и в жизни, но в бизнесе для ключевых. Первый момент – это нужно однозначно быть настроенным на успех и верить в свой проект. Если вы сомневаетесь, боитесь, у вас есть куча страхов, комплексов, ограничений, будет очень тяжело двигаться, очень тяжело двигаться. Это важный очень аспект. А у нас этих ограничений огромное количество множества. На потолок в заработке. Многие считают, я могу заработать, но только столько. То есть очень много этих ограничений. Это как бы первый момент. И второй момент – это, конечно, бизнес-инструменты никто не отменял. Есть маркетинг, есть продажи, есть упаковка продуктов. Почему-то приостанавливается связь. Можно добиваться успеха двумя способами. Первое – через силу боли с огромными усилиями. Второе – через кайф. Через силу и боль мы добиваемся тогда, когда мы идем как будто бы через заборы, через свои собственные убеждения, ограничения. Когда мы их снимаем, когда мы в мышлении убираем вот эти барьеры, которые нам мешают, деньги начинают приходить к нам с удовольствием. Для этого просто нужно в этом поработать, разобраться. Этот марафон у меня будет в октябре. Он недорогой, он очень классный, он с крутыми медитациями, которые заходят в ваше подсознание, точнее вы заходите в свое подсознание с помощью этих медитаций, достаете очень много интересного. С классными упражнениями он мега, суперэффективный. Есть второй марафон, который называется «Денежный портал». Он очень глубокий, но он только для участников рерайтера жизни. Без него туда не попадешь. Там целый месяц глубокой работы. Вести эфир и машину одновременно – это зачем? А зачем задавать дурацкие вопросы? Если вы сидите и, например, сейчас, не знаю, с мужем, или смотрите телевизор, или находитесь со своим ребенком, зачем вы смотрите эфир? Вот каждый должен делать то, что он умеет делать прекрасно. Я делаю свое дело, вы делаете свое дело, да? И вопросы можно поумнее. Так, есть еще вопросы, чтобы я могла быстренько ответить или нет. Или я на все ответила. Какие книги порекомендуете для прослушивания? Ой, вы знаете, мне очень сложно говорить. У меня в этом плане такая не очень хорошая память. Вообще я заметила, я сегодня, кстати, услышала классную фразу, что сегодня ценны люди не те, которые держат все в памяти, потому что у нас сегодня для этого есть интернет или энциклопедии, да? В нашем случае интернет, нам даже энциклопедии не нужны. А люди, которые умеют решать вопросы, люди, которые умеют креативно мыслить, которые могут находить крутые решения. Вот это, наверное, про меня. У меня недавно такая была очень забавная ситуация. Олена Витальевна, идите нахер, пожалуйста. Вот если вам нечего больше поговорить, идите нахер. Давайте я вас обижу, чтобы вам было хорошо. Короче, недавно была такая, ребята, забавная ситуация. Я поздравляла в чате, в родительском, гимнастическом с днём рождения девочку, гимнастку, которую я прекрасно знаю, люблю, она занимается с моей дочерью. И я, в общем, как всегда находилась в этом, знаете, многозадачности. Я решила сделать ей открыточку, зашла в приложение, сделала открыточку, отправила, написала красивый пост с её фотографией и отправила в группу. И вот мне у мамы пишут, Олечка, спасибо большое, только это фотография не моей дочери. Это, конечно, было, знаете, такое фиаско просто. И я захожу, смотрю, реально понимаю, что да, это фотография другой девочки, подруги, моей подруги. Короче говоря, то есть я прекрасно знаю, что это за девочка, как я вообще могла поставить её фото. Ну, я, конечно, извинилась, поржала про это. И просто ещё раз говорю о том, что я сегодня в голове, в своей иногда, вот знаете, вот просто полностью стараюсь освободить её от всего для того, чтобы я была в состоянии решать и генерировать что-то новое. Потому что когда наша голова забита всем старым, и мы пытаемся это усиленно удержать, вот знаете, как планы, если вы их не выпишите в блокнотик на листочке, да, или в приложение куда-то не вобьёте, то вы всё время думаете, господи, что я забыла, что я забыла. Это самое отвратительное, что может быть. Поэтому я настолько порой выгружаюсь, что вот делаю вот такие вот вещи. Ну, я умею с себя смеяться, конечно, ну, это смешно, отвратительно, смешно, ну, что поделать. Вот, поэтому каждый должен быть занят своим делом. Ну, уж простите, мне мою неидеальность. У вас маникюр красивый. Спасибо, Александр, большое. Да, у меня красивый маникюр. Вы вообще очень красивая девочка. Это правда. Спасибо за марафон тела. Спасибо большое, что вам нравится марафон тела. Для меня это такой особенный тренинг, марафон, за который я очень переживала, в котором я делала все эти медитации, проработки. Думала, господи, они вообще поймут, о чём я говорю. Они поймут, что на самом деле мы должны делать. И для меня очень приятно сейчас получать фидбэк по этому марафону и знать, что он действительно помогает. Потому что, конечно, диалог со своим телом – это один из самых сложных диалогов на самом-то деле. Вы знаете, наладить мосты гораздо проще с другими людьми, гораздо проще выстроить бизнесы, гораздо проще, я не знаю, убедить кого-то в чём-то, позавтракать с президентом. А вот с самим собой настроить отношения, самому себе в чём-то признаться, с самим собой устроить любовь – вот это, конечно, очень сложно, очень сложно. Но мы будем с вами над этим… Не хочу говорить усиленно работать. Работать с удовольствием. Давайте с удовольствием. Это самое основное. Вы митинская. Да, я не знаю, что такое митинская. Вы, скорее всего, говорите про митин в России. Я живу в городе Киев, Украина. Так, есть педикюр на ногах сейчас. Скажите, пожалуйста, Александр, я так понимаю, вы из серии этих моих озабоченных мужчин серёжки носите, слышала, что энергия нарушается, всегда смеялась над этим. Вы знаете, я не ведусь на эти вещи. Вообще я ношу серёжки, но я вообще, если вы видите, вот очень редко в украшениях, потому что они мне мешают. Я такой человек, у которого, знаете, вот он не любит вот этого. Видите, я перестала краситься практически. То есть у меня нету ненакрашенные ресницы совершенно. Я никогда не крашу губы помадой. Я какой-то такой человек, который вот это вот любит, знаете, всё с собой делать. И мне очень важно, чтобы мне было комфортно, удобно. Я не из тех, кто делает маникюр каждую неделю. Вот я делаю раз в три недели красивые ногти к себе. И мне надо забывать. Так много всем в жизни заниматься. Для меня вообще поход в салон, это каждый раз вот просто что же делать мне со временем. Вот я всё время очень люблю, люблю куда-то бежать. Оль, вы давно в инфобизнесе наставничество? Я с 2009 года в инфобизнесе. Вот. Нравится френч белый на ногах, господи. Олександра, вы прям очень красивые. Спасибо большое. Ты говоришь украинскую. Скажемо так, я могу спілкуватися украинскую мову, но это мова, на которой я не очень хорошо володую, но я очень хорошо понимаю. Поэтому принципово я спілкуюсь украинскую, бо уважаю ей своей ридную мовою. Вот так. Я, вот знаете, из тех людей, которые делят людей на своих, не своих, классных и не классных, а не на русских, украинских. У меня муж русский, я обожаю Россию, я обожаю русских, я очень классно отношусь ко всем нациям и люблю все языки. Языки, на которых я говорю не так много, но тем не менее, я никогда в политические игры, в дебилизм не играю. Вот. Это просто так, на всякий случай. Добрый вечер. Как выстроить стратегию поведения с коллегой после конфликта? Приходится видеться, общаться, так как в одном кабинете знаю, что со спиной говорит обо мне. Я бы пригласила её на кофе и поговорила бы с ней. Перед этим я бы сделала медитацию, такую бы закрыла глаза, представила бы эту коллегу, послала бы ей любовь, вот, прям в сердечке, и сказала бы ей, послушай, мы с тобой находимся в одном пространстве, нам не нужно с тобой конфликтовать, я не желаю тебе ничего плохого. Обняла бы её, сначала бы на ментальном экране, мысленно. Затем я бы пригласила её на кофе, поговорила бы с ней и уладила бы конфликт. В любом случае, запомните, первое, любой мир хуже войны, лучше любой войны. Второе, важно понимать, что если вы видите человека, который всё время вызывает у вас негатив, это ваш негатив, вы его включаете в себя как лампочку, и он у вас как комары, знаете, начинает слетаться остальной негатив. То есть вы включаете своего большого комара. Поэтому очень важно этот момент уладить. И проговорите ей, я не хочу с тобой конфликтовать, я прекрасно к тебе отношусь, всё замечательно, и сказать про себя это. Она может выбирать, конфликтовать с вами, не любить вас, но самое главное, чтобы вы проговорили ей в глаза, что с вашей стороны всё хорошо, и тогда вы начнёте это ощущать. Если она будет ощущать негатив по отношению к вам и продолжать, это будет касаться уже её. Вы закроете со своей стороны тему, вы себе скажете, я повела себя как классный человек, мой конфликт исчерпан, с моей стороны барьеры закрыты, я больше на это не обращаю внимания. Всё, это очень важно сделать. Вы у себя течь перекроете. Как решиться на второй декрет, боюсь потерять себя во время декретного отпуска. Ну, во-первых, зачем вам второй декрет? Ну, это первый вопрос, на который вы должны себе ответить. Для чего мне этот второй декрет? Я его хочу или так надо? Вот. Второй момент. Каким образом я могу не потерять? Что я могу делать? Как я могу реализовываться? То есть изначально придумать, какой будет ваша жизнь, а затем уже рожать детей. Потому что в противном случае вы будете обвинять во всём ребёнка, а потом чувствовать себя жертвой. Зачем? Изначально вы это заходите. Изначально решите, как вы можете быть, затем рожайте. Вот. И определите для себя, зачем вы рожаете. Так. Что с нижними зубами? У кого? У меня? Показать вам? Открыть рот. Язык. Что-нибудь ещё показать? С чем у меня ещё проблемы? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Где? Криво что-то? Не так? Застряло что-то в зубах? Что не так? Давайте поговорим о моих зубах. Давайте, да? Вы мне только свои. Пришлите обязательно. Так. Так. Туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. Всё. Хорошо. я прочитала все замечательные вопросы про носочки про божие люди иногда мне становится страшно кто вы почему вы меня смотрите что вы здесь делаете все спасибо всем большое за интересный разговор я приехала побежала к детям люблю целую пух даже сохраню этот эфир посмотрю вдруг вы его пути смотреть